Всем добрый день! Давайте еще одну тему затронем, поговорим. Это материнский капитал, это ипотека, это рассрочка, это перечисление средств, ну и все в этом духе. Смотрите, сразу вам скажу, материнский капитал можно реализовать только на тот объект, который уже сдан. Если вы смотрите мои видео, вы понимаете, да, если объект сдан, то этот объект автоматически становится выше в цене. Например, если, например, кто-нибудь из вас, а из вас есть такие, кто меня смотрит, вот я у вашего клиента, если кто-то из вас хочет купить квартиру за 700 тысяч рублей, при этом применить материнский капитал, при этом у него нет денег, чтобы еще какую-нибудь сделать рассрочку и еще что-нибудь, я сразу скажу, что таких объектов в Сочи, в городе Сочи нету. Материнский капитал, где можно провернуть, да, плохое слово, но я так скажу, чтобы русским языком было доступно, где можно применить материнский капитал, эта цена будет минимальной цена стоит 1 миллион 200 тысяч квартир, потому что этот дом должен быть уже сдан. Эта квартира будет там 23-27 квадратных метров. Это что касается материнского капитала. Самой, как можно легко применить материнский капитал, можно, к примеру, взять ипотеку и часть ипотеки закрыть материнским капиталом. Это если у вас дети до 3 лет, да, 2 ребенка до 3 лет. Если ребенок уже больше 3 лет, то можно уже немножко по другой схеме все это делать. Дальше, давайте, по поводу ипотеки. Какие дома можно взять в ипотеку? В ипотеку обычно можно взять дома, те, если, давайте рассмотрим новостройки. Новостройки – это те, которые строятся по федеральному закону 214, которые аккредитованы данным, не знаю, там, Сбербанком. Их можно взять на стадии котлована, можно взять уже в ипотеку. Но обычно эти дома, которые строятся по федеральному закону по 214, у них уже, например, обычно на стадии котлована цена уже слегка завышенная. Ну, сколько там, минимальная цена, наверное, будет 75 тысяч рублей за квадратный метр. 75-80 тысяч. Вот. Дальше. Что можно еще взять в ипотеку? В ипотеку можно взять дом, который уже сдан, который построен не по федеральному закону, который сдан, который имеет все коммуникации, у которого есть свидетельство уже на квартиру. Если свидетельство есть на квартиру, это значит, что уже вы берете вторичное жилье по аналогии, правильно? Правильно. Поэтому можно взять у нас, получается, вторичное жилье, либо квартиру в сданном доме, например, с черновой отделкой, ну, его можно взять, если там соблюдены все тех условия. Есть коммуникации, есть свет, если нужен газ, значит, есть газ. Все документы готовы. В общем, как-то так. Дальше. Почему не все объекты, у которых есть все эти документы, подходят под ипотеку? И почему ипотеку неохотно дают? Ответ простой. Когда вы покупаете квартиру с наличью, там чаще всего фигурирует сумма, там, до миллиона рублей, а квартира, например, стоит 3 миллиона рублей, чтобы там не платить налог, да? Они показывают, застройщик показывает ровно столько, сколько он, там, не знаю, там, вложил или еще что-нибудь, либо сколько он может вложить. В общем, бумажек очень много приходится собирать. Такая у нас система. Ну, поэтому ему, если, например, продавать квартиру в ипотеку, ему нужно будет заплатить 13% суммы, с общим, при том, суммы, которую вы покажете в договоре. К примеру, стоит квартира 3 миллиона рублей, да, возьмем для ипотеки 3 миллиона, это, соответственно, ему нужно дать за эту квартиру 390 тысяч рублей. Поэтому, в целом, с собственником квартиры можно договориться, чтобы он вам дал ее, ну, оформили через ипотеку, но эта цена возрастет к сумме с квартир. Примерно, нашли квартиру за 3-400 или давайте за 3 миллиона, ипотека, она будет стоить 3,5 миллиона, правильно? Получается, вы 500 переплачиваете ипотеку здесь и переплачиваете еще проценты банку, да, и переплачиваете еще за страховку, за то, за все там. Не знаю, для меня ипотека звучит страшно. Не знаю, как для вас, для меня страшно. По мне кажется, что гораздо выгоднее взять деньги, к примеру, в кредит, да, найти какой-нибудь, так скажем, кредит лет на 6, лет на 7 и взять в кредит. Тогда не нужно какие-то там страховки платить. Ты можешь взять квартиру себе на стадии, там, предсдачи, когда ты экономишь существенную сумму при покупке недвижимости, да, на эти моменты. Поэтому я считаю, я своих лет убеждаю, что лучше взять кредит. Поэтому, как бы, такие моменты. Дальше. Есть такая штука, которая называется военная ипотека. Ключевое слово – военная. Военная – это значит геморрой. В городе Сочи, кто связывается с военной ипотекой, всего лишь 9 объектов, да, из 30 тысяч. Эти объекты, потому что там, да то, что там прикапывается на каждой запятой, там, не знаю, там чуть бы, в общем, короче, 9 объектов, они, говорят, готовы работать. Сразу говорю, если есть в планах реализовать у вас военную ипотеку, сегмент дешевле, чем 3 миллиона рублей, вы не найдете. Иллюзия, что вы найдете за миллион рублей и заморочек будет с военной ипотекой. Военная ипотека – это квартиры от 3 миллионов рублей. Еще какие варианты? Рассрочка. Рассрочка есть. Обычно, если вы берете квартиру на стаде котлована, засрочник с большим удовольствием вам дает эту квартиру в рассрочку в месяцах на 4, можно взять на 5. Опять же, при первом платеже больше 50%. Соответственно, он дает вам рассрочку, ну, как скажем, исходя из той стоимости, которую квартира стоит на данный момент. Второй вариант есть рассрочки. Когда, например, вы берете в рассрочку метры квадратные, например, вы берете квартиру. 10 квадратных метров. Вы берете квартиру по 50 тысяч рублей за квадратный метр на стадии, так скажем, первого этажа. Вы купили, ну, например, решили сделать первый взнос, например, квартира, вот, к примеру, мы посмотрели, что стоит 500 тысяч, да? Вы решили сделать 200 тысяч. Вы покупаете, получается, 4 квадрата, 4 квадрата, а остальные квадраты вам даются в рассрочку. Но за них, секунду, а торгует 5 из точно грамм в секунду. А за последующие квадратные метры вы выполняете выкуп этих квадратных метров согласно ценнику за квадратный метр на сегодняшний день. К примеру, через месяц стал квадрат стоить и 50 тысяч рублей, а 60 тысяч рублей. Соответственно, вы берете и покупаете. И получается у вас, ну, например, вы могли, например, если сразу же сумму отдали, вам бы квартира обошалась 500 тысяч рублей, а взяли на полгода, она вам обходит 750. Тоже, я надеюсь, с этим понятно, да? Дальше, что еще есть? По поводу, как забронировать, как застолбить квартиру. Чтобы застолбить квартиру, нужно от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Обычно квартира застолбится не больше, чем на месяц. За месяц нужно найти деньги или найти, придумать, как это все реализовать. Когда есть ипотека, то, в принципе, тот застройщик, который согласился продать квартиру ипотеку, он готов ждать 2 месяца, да, пока будет ипотека. Еще один такой вопрос интересный. Где лучше делать заявку на ипотеку? Заявку на ипотеку лучше делать в Сочи. Потому что вы делаете уже заявку на ипотеку под конкретный предмет, но объект, и ипотетчики, как всегда, они должны проверить этот объект, чтобы вам одобрить, да или нет. На сумму по ипотеке можете сделать заявку у себя в городе, а под конкретный объект нужно сделать все-таки здесь. Можно все эти заявки сделать дистанционно через нас. Всполняете анкету, у нас есть девочка, есть коллективный специалист, которая возьмет вас, проконсультирует, которая поможет вам с анкетой и, в общем, сделать так, чтобы вы с большим удовольствием взяли ипотеку. Но, повторюсь, я за то, чтобы взять потребительский кредит и купить квартиру на максимально выгодных условиях. Сейчас, на данный момент, есть только один объект в моем поле зрения, который выгодно взять в ипотеку, либо выгодно взять в военную ипотеку, либо в кредит. Эта акция будет действовать две недели. Чтобы вы сами понимали, цена поднимется через две недели. Это ЖК Урожайный, комплекс, который состоит из десяти домов. Это Эмеретинская неизменность, возле Олимпийского парка, с самым шикарным пляжем, с самой красивой набережной. Там сейчас можно купить квартиру в 56 квадратных метров, с чистовой отделкой, с отоплением, с рабочим лифтом за 3 миллиона 500 тысяч рублей. Квартира в 56 квадратных метров. Ее можно взять как в ипотеку, так и в военную ипотеку. И, в общем, можно по всякому, по разуму договориться. Через две недели квартиры в доме поднимутся от 10 до 15 тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому, если у кого-то ипотека, если у кого-то военная ипотека, не стесняемся, мне начинаем звонить, писать, и я подскажу, как осуществить вашу мечту. Ну, надеюсь, я ответил на такие общие вопросы. Если какие-то вопросы появляются частные по ипотеке, по рассрочке, по критованию, можете задавать либо мне в Ютубе, в Одноклассе, в ВКонтакте, в Фейсбуке, либо, соответственно, можете мне просто взять и позвонить. Я с большим удовольствием отвечу. Если нет денег позвонить, ну, бывают такие, вы мне напишите, в WhatsApp или Viber, и я вам перезвоню. Поэтому, как бы, это нормально, как бы, работа такая. В общем, все. Приятно было с вами услышаться, увидеться. До встречи. Пока.